Приветствую вас. Вопрос связан с ревностью, ревностью коллеги. Автор вопроса ревнует своего мужа коллеги и спрашивает, что делать, чтобы избавиться от этого чувства. Ну, конечно, в первую очередь нужно разобраться в том, что это за чувство вообще. То есть, что это чувство из себя представляет, откуда оно появляется, каким образом возникает, что вы думаете. Потому что момент здесь деликатный, момент здесь непростой, связанный в том числе с тем, какие у вас, например, ценности. Вот. И если у вас ценности, допустим, определенного рода, то ревность, вероятно, тоже оправдана. Только в таком случае это должно быть вашим выбором. Выбором, который является основой для ваших интересов. Который в свою очередь представляет вашу позицию, например, в браке. И которую вы, конечно же, должны, хотя это не очень хорошее слово, продвигать. Если вы свою позицию не продвигаете, то, ну, логично, пожалуй, только тогда от ваших ценностей, да, только тогда от ваших интересов. Вот. Если вы, получается, сами, их, свои интересы не защищаете. Вот. Поэтому смотреть, на мой взгляд, нужно, в первую очередь, на этом. На ваши ценности, на ваши интересы, на ваши позиции. Следующим пунктом, не побоюсь этого слова, будет идти ваше отношение к мужу. То есть, как в относитесь к своему мужу, в принципе, вот. Как на самом деле, как реально на самом деле, например. Вы его видите, своего мужа, своего мужа. Кто он для вас, например? Что значит он для вас, например? Он для вас, который вы видите, на мой взгляд. Это всё очень важные, на мой взгляд, аспекты, на которые вам желательно обратить своё внимание. потому что ревность возникает. Тогда ревность возникает в том случае, когда любовь несколько отходит, но, мягко говоря, задний план. Это, конечно, не всегда так, не нужно думать, что так бывает всегда, но довольно часто подобное происходит. Поэтому крайне желательно вероятность того, что вы своего мужа, например, не любите, а именно, что в нем нуждается, желательно несколько исключить. В возможностях, конечно же. Ну, скажем так, как правило, ревность возникает, когда человек не верен в себе, боится одиночество, сравнивает себя с другими людьми. Когда человек имеет несколько несколько, так скажем, специфическое видение. Измена. То есть, когда осудом, скажем так, болезненные реагируют на измену. Вот. Да, такое, к сожалению, бывало. Нет, это совершенно не означает, что нужно измену поздравить или прощать ее. Ни в коем случае. Лечь идет, я бы сказал немножечко о другом. Я бы сказал, что история идет о том, что человек воспринимает измену как личное, скажем так, подтверждение, как личное подтверждение. А своей, например, неполноценности, своей ни к чему ни к темности, от чего ему больно. Хотя измены бывают. При всей своей неприятности и невероятности измены бывают. И связаны они с неким кризисом в отношениях с этим переломным моментом. Вот. Ваша ревность может возникать также не на не на быстром месте. А исходя из того, что, например, ну вот, допустим, вы чувствуете, где-то, что он с вашим мужем у вас, ну вот, к примеру, не все так гладко. Понимаете, да? Поэтому аспект здесь именно такой. Момент здесь именно такой. И на мой взгляд, если вот говорить о том, что бы я вот вам рекомендовал, то я бы рекомендовал вам вот в первую очередь, наверное, обратить внимание именно на данный аспект. Следующий вопрос, который, значит, хочется вам задать следующий вопрос. Это вопрос такой, а что вы хотите для своего мужа? Чего вы для него желаете? Это первый вопрос. И вопрос второй. Насколько вы сами реализованы? Третий вопрос. Ощущаете ли вы себя сами ценной, значенной, привлекательной, красивой и так далее? Это очень важный момент. Понимаете, да? Вот такой, я думаю, ответ вам здесь можно дать. Ну и наконец, последнее. Не нужно избавляться от какого-то чувства. Да, мне кажется, худшее, что вы можете сделать. Любое чувство в данном случае тоже сигнализирует в неких ваших проблемах, выступая индикатором и своего рода предупреждающим момент, предупреждающим аспектом. И соответственно, крайне важно, это правильно развеем познать, правильно рассмотреть, правильно увидеть и решить, что делать с этим дальше. Потому что если не решить, что делать с этим дальше, то ситуация может быть весьма и весьма печально. печально. Весна-весна-весна-прискорбок. Ну, может быть, в таком случае история. Вот. Вполне верно. Так же. Вы своему мужу не доверяете. Ну, вот. Вполне такое может быть. Вот. Не доверяете вы своему мужу и... Да? То есть это может быть элемент доверия. Элемент доверия. Так же. Нужно решать... уже непосредственно в индивидуальной психотерапии. Либо... Либо... непосредственно вдвоем. То есть, вместе с мужем вы обращаетесь к психологу и смотрите, как можно решить данную проблематику. Вот. если она, если она, данная проблематика вас волнует и вызывает у вашего супруга в том числе, ну, определенно, скажем так, согласен с тем, что от проблемы доверия не существует. Я не считаю, что хорошей идеей является выжимание каких-то аспектов. Я считаю, что... о том, что вас, например, беспокоит. Нужно говорить. Не молчать. Но делать это, конечно же, стараться как инструктивно. Вот. Если у вас есть неуверенность в себе, у вас какой-то страх, то с этим можно и нужно индивидуально, именно индивидуально работу. Вот. Ни в коем случае не перекладывая ответственности за то, что происходит на муж. Хотя, может быть, муж дает вам некоторый, так скажем, повод. Да? Вот здесь очень важно разговаривать с ним об этом. Как раз. Ну, может быть, не только. Вот. В чем сложность проблематики? Ну, в первую очередь, сложность в том, что вы хотите именно избавиться от чувства ревности. А хотите убежать, избежать всего. И это, наверное, является одним из проявлений сложности. Потому что, когда вы пытаетесь убежать, например, что он получается. Получается точно наоборот. С одной стороны. И с другой стороны. На мой взгляд. Получается такая неприятная ситуация. Что? Споем. Как бы личностно вы не растетесь. Не развиваетесь. А на видео очень важно. Потому что в том числе. Ревность появляется. Появляется и в этого данного чувства. Вот. Поэтому решать данный об этом. Конечно, вам. Ага. Ага. Ресет. Что это там делать? Конечно, вам. А вам? Ну, я думаю, что он. Работает нужна сторона повышение своей уверенности в себе. Вот. По крайней мере, мне так будет. Это ситуация видится. Вот. А дальше. Дальше. Дальше уже будет видно. Вы хотите быть в отношениях с мужем. Да? Или нет? Ну, вот. Потому что, ну, ну, как бы, вполне может быть, что вот. Что это хотите. Вот. Могут быть такие варианты. Вот. Конечно, мало вероятно. Да? Вот. Ну, ну, вполне. Вполне так вот такое. Может быть. Вот. Понимаешь? Да? Поэтому тут я бы, вот, обратил бы внимание на все эти аспекты. Ситуации. Вот. Вот. На этом все. Буду, буду вам обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Вам с помощью все-таки необходимо. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация ну, будет вот самым лучшим образом разрешена. Но настолько, насколько этого вам удачи вам